В программе «Мужское начало» как всегда оказывает дружескую поддержку компания «Велерой Бог». Аксель Сити Юг. Официальный дилер «Фольксваген». Улица Тельмана, 29. Жизнь коротка, искусство вечно, повторяли древние римляне вслед за греками и создавали великое искусство. Это программа «Мужское начало. Вечные ценности». Человек подчинил природу, изобрел пестициды и удобрения, антибиотики, гормоны, а затем и генную инженерию. Продуктов стало много, очень много. Человечество возроптало и захотело вновь ощутить вкус тех продуктов, которых было мало, которых не хватало на всех и которые, казалось, окончательно канули в лету. В последние 10 лет чрезвычайно популярная новая такая волна в производстве продуктов питания – это органик фуд или биофуд. Это специальная сертификация, которая есть в Европе, которая есть в Америке и которой пока нет отдельной у нас, как биосертификации. Идея органических продуктов прекрасна как утопия, но это утопия, которая успешно воплощается в жизнь. На сегодня биопродукты – еще роскошь, потому что произвести их невероятно сложно, а еще сложнее получить соответствующий сертификат. Для того, чтобы получить этот сертификат, надо много лет. Тебя будут проверять, и ты должен соответствовать требованиям. Основные посылы такие – это действительно натуральное производство, без химикатов, без добавок и так далее. Вплоть до того, что учитывается роза ветров, где находится то или иное хозяйство, чтобы откуда-то с завода, какой-то сталилитейный, ветер не приносил ничего, проверяется почва, чтобы они не были когда-то загрязнены, вода и так далее. То есть для того, чтобы получить биосертификат в Европе или в Америке, много лет нужно хозяйству тому или иному, или агрохозяйству, или какому-то производству, чтобы написать на своих бутылочках, на своей продукции «био» или «органик фуд». В России пока нет биосертификации, хотя это и не означает, что у нас нет своих биопродуктов. Некоторые фермеры придерживаются принципов органического земледелия, но не обладают правом присваивать своим продуктам громкое имя «биофуд». Можно не сомневаться, что рано или поздно и нашу страну накроет волна производства органических продуктов. Ведь на уровне потребления эта мода уже проникла в Россию. Есть спрос, будут и предложения. Ну а пока что продукты будущего, которые завещало нам прошлое, в изобилии представлены не на российских грядках, а на полках отдельно взятых гастрономов премиум-класса. Мы еще только в самом начале пути, по которому уже не первый год уверенно шагают наши западные соседи. Кстати говоря, если, например, продуктовый ритейл на Западе растет 5% в год, вот такой рост, да, как сегменты, как рынка, как отрасли, то внутри сегмент биопродуктов растет на 20-25% в год. То есть огромная популярность. Есть отдельные магазины, где только биотовары. Они небольшие пока, но там, в принципе, есть и биомясо, и биорыба, и все-все-все. То есть это практически во всех категориях уже распространено. История коммерческого «Фольксвагена» – классическое проявление немецкого автомобильного перфекционизма, то есть немецкого национального характера. Триумф функциональности, помноженный на безупречный дизайн, и комфорт как сверхзадачу. История «Фольксвагена», она насчитывает порядка, коммерческого «Фольксвагена», она насчитывает порядка 60 лет, даже чуть больше. И началась она в 1951 году с выпуском такого автомобиля, как «Т-1». И создав сначала грузовой автомобиль, потом, соответственно, семейный автомобиль, ну, как «Фольксваген Каравелла», например, у конкурентов этого не было еще лет 20. Стоит ли удивляться, что «Фольксваген», как производитель коммерческих автомобилей, недосягаем для конкурентов? У него фора в 20 лет. С учетом того, что мировому автомобилестроению всего сотня с небольшим, 20 лет – целая эпоха. Автомобиль, естественно, замечательный, относится к семейству транспортера грузового, транспортера коммерческого. Машина оснащена двухлитровым дизельным двигателем. На данный момент, наверное, это самое современное, что есть среди коммерческого транспорта на рынке. Давайте посмотрим. Я думаю, что будет интересно. Обратите внимание, как здесь все компактно, аккуратно. Все коммерческие автомобили «Фольксваген» оснащаются полным приводом. У конкурентов этого нет, в принципе, и, наверное, тоже не скоро появится. При этом полный привод может быть как с механической коробкой передач, так и с автоматической коробкой передач ДСГ. Данная модель представлена в восьмиместном варианте, именно вмещая место водителя. То есть она подходит под категорию «Б» – легковой автомобиль, что позволяет делать этот автомобиль более комфортным и в эксплуатации для любой категории граждан абсолютно. Традиции традициями, но некоторые секреты коммерческих автомобилей «Фольксваген» нам удалось подсмотреть. Секрет первый и самый главный – пассажиры и водитель коммерческих моделей «Фольксвагена» получают точно такой же, если не больший комфорт, что и на легковых моделях. Ну и второе. Если для большинства населения Земли трансформеры – это голливудский блокбастер, то для обладателей коммерческого «Фольксваген» – это их любимый автомобиль. Если вдруг нам нужно что-то перевести, более длинное, более габаритное, мы можем откинуть спинку. Причем спинка имеет очень твердую поверхность, то есть не боясь на то, что положить какого-либо рода тяжелый именно груз. То есть это все в марке и непосредственно в конце не продумано. И также диван имеет свойство еще за счет своего откидывания увеличивать грузовой отсек для багажа, причем не снимая и не демонтируя данный диван. Наступает пора отпусков. И опаснее всего то, что мало кто, собравшись на отдых, задумывается о такой мелочи, как предварительный своего рода страховочный осмотр у врача. Иногда жизнь может спасти случайность – простая простуда, заставившая отправиться в клинику. Об этом очередная история известного петербургского доктора Владимира Хейфица. Один из наших пациентов пришел на осмотр к терапевтам, а между собой доктора всегда шутят, что ухо-горло-нос своих пациентов не раздевает. Хотя, в принципе, скажу по секрету, докторская обязанность специалистов широкого профиля – это терапевты и хирурги, ну и все врачи обязаны раздевать и полностью осмотреть пациента. У него было простудное заболевание, и когда его раздели и начали его аускультировать или слушать под простудом, то оказалось, что у него есть подозрительное пятнышко. Подозрительное пятнышко оказалось меланомой. Своевременное ее удаление спасло жизнь. Но страшно представить, как бы развивались события, если бы не случайная простуда, спровоцировавшая поход в клинику. Ведь элементарное попадание под солнечные лучи обернулось бы стремительным прогрессом заболевания. Поэтому врачи настоятельно советуют, прежде чем отправиться на море, пройдите медицинский осмотр. Для этого есть специалисты, хирурги, онкологи, которые хорошо знают, какие методики надо применять, что является подозрительным и что с этим надо делать. Если родинка или другое новообразование на коже заставляет помнить о себе всегда, зудится, чешется, появляется жжение, какое-то ощущение, это один из поводов заглянуть к врачу. Изменения формы, размеров, кружочков квадратиков на нас, разумеется, нет, но нормальное доброкачественное новообразование кожи должно быть относительно симметричным. К сожалению, загар не так полезен, как нам хочется думать. И даже если в большинстве случаев он не грозит онкологическими заболеваниями, потери эластичности кожи он обернется несомненно. Женщина на Западе, вот она худенькая, она подвижная, она спортивная, но количество морщин на лице, связанных с тем, что, в общем-то, эта страстная любовь к загоранию и летом на морях, и зимой в горах, приводит к тому, что они выглядят намного старше себя. Для детей загар полезен. Они нуждаются в витамине D, выработка его зависит от ультрафиолета и до полового созревания, вернее, до его завершения, то есть лет до 18-20 у девушек, до 21-го у юношей. Витамин D организму нужен, главное не сгорать. Для взрослого человека достаточное количество ультрафиолета мы получаем при ношении классической европейской одежды, то бишь брюки и рубаха с коротким рукавом, либо юбка до колена и блузка. Внимательно относитесь к своему здоровью, и тогда любой отдых пойдет на пользу не только вашему туроператору, но и непосредственно вам самим. Достаточно не игнорировать советы специалистов. И самое главное – будьте здоровы! Это была программа «Мужское начало вечной ценности», которая, не забывая про вековую мудрость, ищет вдохновение в настоящем. Увидимся через неделю. Госпиталь «Аркли». Телефон 321-08-12. «Аксель-Сити». Официальный дилер «Фольксваген». Улица Якорная, дом 5. «Глобус Гурме». Еда, какой она должна быть. Улица Якорная, дом 5.